продолжаем изучать божественную мудрость божественную мудрость которая от всевышнего и все кто хотят приблизиться ко всевышнему и улучшить свою жизнь велкам на ежедневные утренние уроки будем вместе изучать разные полезных и так мы сейчас находимся в книге которая называется которая называется ли он бы симха быть в радости автор книги вначале нам рассказал что лишает человека радости да вот была первая да не первое было самое зачем быть в радости что такое радость зачем быть в радости потом он нам объяснил второго он объяснил что лишает человека радости значит что лишает радости и дальше дальше значит вот меккаль клея земка то что портищи акку радость и дальше мы изучили 19 инструментов как получать радость и сейчас он нам объясняет объяснять почему иногда хорошо не радоваться да и как не радоваться правильно то сейчас мы находимся в части как не радоваться правильно я проверяю правильная запомнил что лишает радости значит хорошо и тут много он было до старая ранее старение например было это да так очень классно не перестать контролировать других попытка контролировать других перфекционизм лишает радости очень сильно людей да значит а вокруг когда тебя люди такие смурные все значит тяжело радоваться даже значит люди которые гонятся за вожделениями мира этого да то есть те кто гонятся за комфортом это очень несчастные люди хорошо значит а теперь мы пришли к тому что он нам говорит такую вещь что а как же быть все эти с негативными эмоциями вот он продолжает эту историю он считает давайте так как мы изучаем книгу автора зовут его урон вебер да значит мы изучаем его систему хотя опять же я скажу что вот с этой частью его системы я все-таки не согласен внутренне я не утверждаю что я прав но я вот очень очень от этого я пробую все время до приблизиться к тому чем я недоволен то есть что такое негативные эмоции негативные эмоции это сигнал что чек чем-то недоволен то есть здесь очень все просто вот сидит например человек людмила шаляпина до всем шалом благословение всем дня благословение всевышнего взяла на этом на значков разных наставила все молодец теперь а например таисия таисия вот уже из телеграма она таисия или дэн дубравин например до психолог тренер по эмоциональному интеллекту дэн книжки написал тоже про эмоции и он много лет сколько его знаю там 10 лет например до занимается эмоциями он может сказать а я недоволен тем например что пишет автор этой книге или что говорит ицкак и когда человек недоволен у него есть негативная эмоция логично же очень все понятно теперь говорит автор что если у тебя есть негативная эмоция то нужно ее выразить то есть нужно не надо ее скрывать не надо от нее уходить а надо ее выразить и только единственное что он говорит что ее надо вырастить вот какая разница он сейчас нам объясняет сегодняшний урок между левниш бар между разбитое сердце и грусть он говорит что сам он лично использует вот этот левниш бар разбитое сердце когда он уходит на природу и там он на говорится всевышним тон кусок времени он использует для того чтобы выразить все свои негативные эмоции и рассказать что ему плохо что ему больно что ему не хватает и увидеть все это в все это увидеть да он говорит есть в этом большая польза какая польза он говорит в этом есть что сейчас нам объясняет почему грусть запрещена в любом случае а разбитое сердце она помогает он говорит что главное отличие между грустью и разбитым сердцем что разбитое сердце это временная мощная сильная эмоция которая которая побуждает к действию в ней есть активность то есть не есть молитва мне есть активность не есть плача просьба всевышнему то есть вот это вот вот это вот разбитое сердце которое выражается в молитве она побуждает человека действовать а грусть это пассивная это путь в депрессию то есть это пассивная позиция когда человек просто все безысходка такая да и она наоборот его как бы замораживает затормаживает и лишает его возможности что-то в жизни своей исправить так он объясняет разница я сейчас переведу тогда его слова и потом слова его учителя рабе нахмана как бы надо объяснял значит вот это разбитое сердце это может быть сильные какое-то сильное желание к тому что у него чего у него нет вот сильное желание к тому чего у него нет с надеждой и болью за вот этот недостаток то есть ему прям реально больно надежда например адам бодей человек который одинокий и он хочет найти себе любовь и жену для того чтобы с ней вместе провести жизнь и он может чувствовать с одной стороны сильное желание построить вот этот зудию построить совместную жизнь с другой стороны ему очень больно и ему очень больно то что этого пока у него нет и и есть у него также надежда и стремление чтобы он скоро что он хочет найти эту себе найти пару да значит а он говорит разбитое сердце это то мацавшель твила это то состояние в котором он надо молиться всевышнему и просить всевышнего когда у человека если внешбар когда ему больно внутри мы не мы не уступаем на вот этот вот наше желание да мы не смиряемся и даже если кажется что она недостижима то мы продолжаем молиться так он объясняет а вот что такое сердце разбитое да то есть это сильное желание которое даже если тебе кажется что это невозможно но ты его все равно выражаешь и теперь говорит рабе нахман его учитель лев нишбар сердце разбитое это вещь очень важная очень важная я кормил да то есть это очень такая дорогая вещь дословно и знай что вот это разбитое сердце представьте на 300 лет назад написал и грусть это не одно и то же то есть разбитое сердце и грусть это вообще не одно и то же вообще клали потому что грусть это как что такое грусть это в ней есть и гнев и раздражение но она не как она внутри она как бы чека сжигает вот эта грусть и она его не побуждает в действие это уже я добавляю да то есть вот вот у человека есть вот все плохо все плохо мне все не нравится и он такой а чё ты сидишь-то но сделаешь что-то нет что могу сделать ничего не могу сделать ничего не поможет все а что-то уже пробовал да все я пробовал на конкретно что ты пробовал ну отстань мне грустно вот это грусть теперь что такое лев нишбар да человек он молится он прямо кричит всевышнего помоги мне я верю все равно что ты можешь мне помочь что мне делать покажи мне выход где выход где свет где вход где куда делать хочу я верю что ты мне поможешь то есть это это лев нишбара разбитое сердце это активная такая вот прямо позиция которая побуждает действовать все еще тут добавишь и он дальше раби нахман добавляет нам чтобы нам было еще понятнее что разбитое сердце это похоже как сын который который перед папой он плачет как маленький тенок это ребеночек до грудничок который плак плачет и перед папой да за из-за того что тот от него отдалился и это очень важно и приятно перед богом когда человек вот так вот к богу обращается и просит у него чтобы бог ему помог вот такая вот у него позиция грусть напротив этого это мацав эта ситуация когда человека входит в пассивность и в апатию нечего делать и так вот он ну так вот сидит нечего делать это безнадега и это тискуль и что он жертва и вот этот вот так грусть она человеку вызывает но она его разрушает внутренние и он не строит ничего поэтому она ему не помогает а только его значит отдаляет от себя самого смотрите в это его как бы подход подходу человек уважаемый знающий молодец я лично я лично считаю что мне но то есть даже лев нежбар да когда у человека вот он но чем-то не согласен всегда же есть плюс и минус то есть ты можешь идти через минус через мотивация от страдания и ты можешь идти мотивация через плюс к чему-то предыдущий книгу которую мы изучали которая называлась сад благодарности он говорил что нужно благодарить за то что всевышний дает вот эту неприятность не плакать и страдать вот мне его подход намного ближе лично мне больше нравится то есть когда допустим вот эта же ситуация он тоже ее разбирался и книги раф шаломаруш когда человек он хочет себе найти жену да и у него нет жены и он здесь автор предлагает плакать и просить всевышнего раф шаломаруш предлагал радоваться и говорить всевышнему спасибо тебе что ты мне не дал жену я знаю что ты меня любишь и что ты мне в нужный момент ее дашь и спасибо тебе что ты пока мне не даешь чтобы я понял что мне нужно в себе исправить и через спасибо и через вот это состояние говорит раф шаломаруш что всевышний в этот момент он как бы когда когда человек принимает всевышнего даже там где ему кажется что это зло то всевышний в ответ делает для человека чудо потому что такое поведение оно похоже на чудо как я при чеку него нет жены он хочет он говорит спасибо что ты мне не дал я понимаю что это лучше для меня ты не ошибаешься я могу ошибаться но ты нет ты бог ты всевышний ты творец я знаю что ты для меня хочешь столько добра и даже это для меня добро потому что я наверное пока не готов скажи мне где я не готов чтобы я подготовился и я знаю что ты мне ее дашь теперь человек в таком эмоциональном состоянии мне кажется он более готов к тому чтобы жениться чем человек который сидит вот все плохо я не могу дай мне жену все дай мне жену и он с таким же человек же привыкает эмоционально к любой эмоции вот много лет изучает эмоции мне кажется что эмоции это такая энергия которая которая все в человеке идет по привычке по системе если человек привыкает плакать то он и у него лицо становится плаксиво у него глаза такие то есть мне кажется что все таки путь идти через благодарность через веру через то что всевышний он знание вот это вот радость она в любом случае дает большую но больше мне кажется силу и ну вот я не знаю я стопроцентную благодарность позитив опять же если говорить с точки зрения позитивной психологии то я не помню сейчас этого исследователя он пытался делать зачем нужны kepada ну с точки зрения науке зачем нужны позитивные эмоции негативные эмоции понятно они все нужны для выживания они все сигнализируют человеку об опасности они все нужны для того чтобы действительно человека куда-то двигать хотя мы видим что грусть она никуда не двигает она может сделать человека пассивным может сделать человека приобретённую, беспомощность может сделать человека депрессивным то есть но тем не менее в большинстве случаев негативная эмоция она заставляет человека куда-то двигаться убегать там и так далее теперь зачем позитивные то зачем нужны позитивные эмоции вот давид говорит надо плакать благодарностью и радостью ну не знаю я не я не знаю то есть для меня как идет если ты плачешь что ты должен плачь это следствие некого взгляда на мир если ты смотришь на мир и то есть чтобы заплакать и должен сказать это плохо я из-за этого страдаю если ты сказал что это плохо я из-за этого страдаю это легитимно никто не сказал же это не легитимно действительно человек который запрограммирован что вот какое-то событие в его картине мира это плохо и он будет он реально страдает он не как обманывает а что мне плохо автором говорит да ладно пустяки не для него это не пустяки для него это реальное страдание реальный плач вопрос вот это страдание и плач что она ему даст автор книги он утверждает что на вот этом страдании плаче можно хорошо помолиться хорошо помолиться и эта молитва она как бы поменяет что-то в духовном мире и во внутреннем и во внутреннем мире человека вот дэн красиво ответил что яд или лекарства определяют дозы действительно он здесь пишет что лев нишбар это разбитое сердце это только во время вот на природе вот это вот ежедневная там часовая молитва и значит там нужно кусочек добавить кусочек надо добавить вот этого плача до называют стена плача котель называют стена плача потому что туда пускали евреев только 9 ава в день разрушения храма и плакали 9 ава это день в году когда надо плакать прям конкретно надо плакать похороны есть плакальщики да которые плакали прям вообще но еще раз мы сейчас рассуждаем мы теоретически как бы рассуждаем о вариантах о вариантах поведения то есть теперь давайте сейчас чуть вернемся значит плач негативные эмоции это сигнал что что-то идет против того что человек ожидает то есть все негативные эмоции если взять одним словом до у человека возникают когда ситуация в его жизни когда расходится желаемое действительно и когда действительно они совпадают с его желаемым и он в это время реакция его негативная он говорит мне не нравится что я не знаю из-за чего можно заплакать там кто-то может заплакать что ему там плохой комментарий дали до написали кто-то может заплакать потому что ему больно да есть очень хорошая в психологии я читал такое описание маленький мальчик это это фрид сперлс так объяснял какую-то идею и он я просто запомнил описание значит маленький мальчик бежит значит бежит и спотыкается спотыкается и рассорапывает руку теперь если рядом есть мама которая его пожалеет и которая но его пожалеет там все он начинает плакать что у меня болит рука там начинает плакать теперь для чего потому что с помощью этого плача он получает от мамы жалость поддержку любовь там и так далее теперь этот же самый мальчик если он маленький а его взяли там более старшие мальчики взяли с собой на охоту на рыбалку там куда-то они его взяли куда он хотел и он бежит и он за ними бежит и он спотыкается и он разбивает руку тогда мальчики старше смотрят что будет дальше а он про себя думать если я сейчас заплачу они меня с собой не возьмут он скативает все молодец мужик бежит за ними то есть его реакция на разбитую руку на одинаково разбитую руку будет диаметрально противоположная потому что в первом случае для него польза будет заплакать во втором случае для него польза будет не плакать теперь а дальше ну вот все схема понятно у человека всегда и всегда негативные эмоции возникают на расхождении желаемого с действительным причем это расхождение может быть там принцесса на горошине я ожидала что мне будет на 20 матраса хорошо спать а мне вот это вот горошина под 20 матрасами мне больно она может плакать то есть для нее она ожидала что будет так человек заходит у меня есть одна знакомая она развилась с мужем потому что он недостаточно устраивал и она настолько педантичная и настолько придирчивая что в любом месте где она оказывалась она находила недостатки теперь работать с ней было приятно когда она работала на тебя она делала все идеально перфекционистка но она все время была совершенно расстроенных чувствах она все время в стрессе то есть у нее все время она была полна негативных эмоций потому что ее планка перфекционизма была очень высоко загнана и все время была у нее разница между между желаемым и действительным всегда она не достигала желаемого никогда то есть у него была жизнь полна негативных эмоций теперь дальше автор говорит если у тебя есть негативные эмоции у нас есть два пути первый путь у нас есть это путь веры когда который нам будет лучше всего объяснила раф шаломар уж предыдущем нашем цикле уроков он говорит бог не ошибается бог однозначно всегда прав поэтому все что он делает вот это и есть круто и даже если он сейчас дает тебе то что не сходится с твоим ожиданием так ты свое ожидание чуть-чуть и поприбей да то есть скажи слушаю есть принцесса на горошине она как должна была сказать спасибо всевышний за то что матрасом у меня есть 20 и спасибо что есть горошина от которой мне больно что ты меня научил какая дура что загнала планку это называется гидонистическая адаптация что я настолько себя изнежила что теперь мне больно спасибо тебе что ты мне показал вот эту мою глупость и теперь я все начинаю спать на гвоздях и после того как я буду спать на гвоздях мне даже один матрасик тоненький будет теперь в кайф спасибо тебе всевышний и танцевать должна была от радости что ей больно от этой горошины что все же не дал ее урок который я научил это подход раф шаломар уж а благодари тебе что-то не нравится скажи спасибо это показывает не проблема ту а проблема в тебе что ты такой чувствительный что ты попал в эту ситуацию что ты не умеешь так выстроить свою жизнь чтобы или наоборот тебе всевышний что-то показал как рассказывал на учитель ровец как зильбера зихра на цветах а он рассказывал как с одним бресла с ним хасидом в таштенте там в какие-то 60 70-е годы они переносили какие-то святые книги из одного места в другое какую-то делали митву заповедь этот хасид бресловский как раз вот это мы сейчас изучаем взгляд рабе нахмана бресловский хасид он нес эти книги и упал и до крови разбил колено и он до крови разбил колено и он вскочил я помню этот рассказ лично он вскочил этот хасид и начал танцевать нахер танцевать радоваться раз зильбер спрашивает а чё ты так радуешься он говорит есть мишна это устная тора что когда человек нарушает волю всевышнего то что называется грех преступления да то есть если человек не выполняет повелевающие заповеди есть истории 248 повелевающих заповедей то когда он принимает решение начать их соблюдать и сожалеет о том что он их не соблюдал ему прощено то есть чува раскаяния его принимается моментально в тот момент когда он осознал и понял что он жалеет что он не соблюдал эти заповеди повелевающие то есть бог такого принимает моментально нет на нем никакого преступления если человек нарушал запрещающие заповеди история 365 запрещающих заповедей он нарушал эти заповеди то когда он раскаивается в этом и принимает решение больше не нарушать то то наказа то зло то последствия негативное духовное которое он создавал нарушая волю бога она сравнивается как мечи которые в духовном мире мечи таки не мяч и а мечи которые острые такие как они на него медленно-медленно опускаются и человек который где-то нарушал волю всевышнего тут украл тут кого-то обидел тут сказал злоязычие тут значит там ел не кошерное если он еврей то это тоже нарушение то он каждым своим вот этим вот неправильным духовным действием создает негативную силу которая на него потом возвращается и вот он в какой-то момент он говорит о я же не знал я все я больше так не буду делать я теря осознал понял не буду нарушать волю бога она все зависает наверху он же создал эти такие негативные на себя влияния но значит они перестают как бы на него опускаться и в емки пур раз в году есть называется день искупления йома типу рим это день искупления она стирается все эти облачка в этот день как бы начинается новый цикл и она все у него опа его карма чистая теперь если там есть по моему 35 преступлений которые нарушаются карет карет это отрезание души то есть это как смертная казнь и физическом плане он может умереть раньше срока и в духовном теперь если он нарушал именно эти преступления сейчас речь идет о евреев у евреев есть очень строгие очень строгие много очень законов которые надо соблюдать это как народ священников бог сказал что вы народ священников теперь у евреев есть 365 преступлений у для всего мира бог дал ноаху семь заповедей для всего человечества и там есть шесть запрещающих и одно повелевающее поэтому намного проще не нарушать и намного проще соблюдать заповеди да там как но система одна и та же система работает выполняешь волю бога с ним соединяешься нарушаешь волю бога создаешь против себя же духовные влияния которые тебе же потом приносит всякие неприятности я сейчас говорю про тору потому что это был гресла всех осид в истории который танцевал значит есть 31 по моему или 35 преступлений за которые вообще идет смертная казнь и отсечения души и ранее смерти раньше срока да поэтому все вот эти вот несчастья которые были у еврейского народа это как раз за нарушение вот этих вот 31 или 35 вот этих вот главных главных преступлений которые делать нельзя теперь там если ты их нарушил то раскаяние останавливает вот это вот наказание йом кипур останавливает но не стирает и только страдания физические страдания они стирают вот это вот как то зло то зло которое на тебя двигается и этот хасид он говорит смотрите я сейчас говорит выполнял заповедь я упал а написано заповедь тебя защищает тот кто выполняет заповедь с ним не случится зла теперь я выполняю заповедь я упал разбил колено до крови это значит что это не зло это добро для меня а если это добро для меня то это Это значит, что сейчас я искупил какие-то очень серьезные свои проблемы и преступления на небе. Он говорит, как же мне не танцевать, как же мне не радоваться. И он танцует, радуется, что мы отсюда видим. Что можно смотреть на вещи под разными углами. И действительно можно сказать, я не женат, все у меня лев, нежбар, сердце разбито, я буду рыдать, плакать, все. Но мне кажется, что если ты будешь радоваться, что ты не женат, то ты быстрее женишься, чем если ты будешь плакать. Если ты хочешь поменять свою судьбу, свою карму, свой мозаль, она называется мозаль, то что идет сверху. То есть способ, как бы ты идешь по обычному пути. Мне не нравится, что Бог для меня сделал, и вообще мне не нравится, и я себе не нравлюсь, я буду плакать. Это обычный путь. И мне кажется, этот обычный путь и даст обычные результаты. Как было, так и будет. Но если человек, он сходит с этого своего обычного пути, это кардинально другая реакция. Это полностью изменение формата. Когда ты говоришь, Всевышний, я принимаю твою волю, я принимаю, что ты для меня делаешь только лучше. И то, что я не женат, это значит в моем сегодняшнем состоянии, в том, какое я сегодня. Это лучший для меня вариант. Всевышний не ошибается. Но я другой уже, я радуюсь теперь этому. Я ни на кого не злюсь, ни на тебя, ни на себя, ни на женщину. Всевышний говорит, о, вот этот нормальный, вот он может жениться. Он может теперь жениться на любой, потому что он будет всегда счастлив. И любую женщину сделает счастливой, потому что он не будет на нее никогда ни злиться, ни гневаться, ни кричать. Вообще, вот этот молодец. И он выходит на улицу в этот момент, радостный, счастливый, смеющийся, у него на душе хорошо. Идет навстречу какая-то женщина, смотрит, думает, вот это человек, вот это мужчина вообще, красавчик, веселый, радостный. Прямо от него такая энергия идет. Она сама к нему подходит, говорит, мужчина, женитесь на мне, пожалуйста. Все. И он, значит, получил то, что хотел. Опять же, еще раз, я очень уважаю автора этой книги. Я очень уважаю все мнения, которые есть. Возможно, этот способ тоже, невозможно, точно, раз он сам его использует, он работает. Значит, поэтому, кто хочет, идет по способу час в день выходить на природу, из этого часа полчаса благодарить, полчаса плакать и просить Всевышнего, чтобы он восполнил то, что вам не хватает. Кто хочет идти по книге, вот она там у меня стоит, Равшаламаруша, 120 уроков благодарности мы прошли. Значит, он выходит на эту же час в поле, там, в лес, и весь час танцует, радуется, благодарит Всевышнего даже за то, что не получается, и ждет, что Всевышний даст ему что-то принципиально новый результат. Все. Всем удачи, успехов, с Божьей помощью встречаемся завтра. Я в воскресенье из-за того, что ночью не спал, забыл, что у нас был урок для партнеров и спонсоров. Сегодня в 11 урок для партнеров и спонсоров. Значит, мы можем обсудить все это, разница между уроками для партнеров и спонсоров и обычными уроками, что там мы в зуме занимаемся, и там можно задавать вопросы, обсуждать, делиться. То есть, это те люди, благодаря которым проходят все уроки в Айкры, поэтому они большие молодцы. Значит, с Божей помощью, чтобы Всевышний дал им много, всем, чтобы дал Всевышний много возможностей, много денег, много благополучия, много радости. А тем, кто поддерживает твой Айкран, чтобы он дал в тысячу раз больше, чтобы еще больше поддерживали. Все, всем удачи, успехов, счастливо.